Всем привет! Хочу оставить отзыв о курсе Токсичные отношения, которые я проходила у Нелли Что такое токсичные отношения? Это когда я, 44-летняя тетенька, стою не на своем месте Допустим, я обижаюсь на своих детей, как маленький ребенок Или когда я была мамой своему бывшему мужу Я его воспитывала, контролировала, говорила, как лучше Я могла даже не говорить это, но я думала, что я знаю, как лучше Когда я учу жить свою маму Как ей правильно подбирать продукты Как ей выстраивать взаимоотношения с людьми Как ей вести хозяйство там Как ей что хранить в доме Что нужно срочно выбросить, от чего избавиться Я все время была не на своем месте Если я обижаюсь на своих детей, значит у них в этот момент нет мамы Если я контролировала своего мужа, у него в этот момент не было жены И если я учила жить своих родителей, то у них в этот момент не было дочки То есть я не была на своем месте вообще Я это понимала И на курс я пришла немножко уже прокачанная Потому что на писательском марафоне Нелли я разобрала свое место рядом с бывшим мужем Короче, мы с ним помирились Для того, чтобы не наделать дальше ошибок Для того, чтобы исправить то, как я вела себя со своими детьми и родителями Я пришла на этот курс Помимо всего остального То есть помимо вот этого я получила там такой импульс Такой вектор Я поняла направление То есть я встала на свое место И если я не была на своем месте, у меня были проблемы с тем, как я проявлялась в работе То есть я в работе была как ребенок Меня все обеспечиваете, потому что я сижу с детьми, я в декрете Вот Перед курсом я начала делать интерьерные деревья И было начало лета, они покупались так Люди присматривались У нас в нашем городе это еще не распространено Чтобы их покупали Обычно заказывают где-то с Китая Вот И Нелли говорила, что когда вы пройдете курс, у вас наладится и с деньгами тоже Потому что вы встанете на свое место Вот я встала на свое место и у меня пошли заказы Я продала все деревья практически, которые у меня были в наличии Мне каждый день звонят люди и хотят И не по одному дереву, а вот заказ прямо на 10 деревьев есть На 2-3 дерева Я вот даже не успеваю их делать Я целыми днями заготовками занимаюсь Сверлю стволы Обрабатываю их Жду большой очень заказ с ветками У меня, я вся в работе Я кайфую от работы Потому что я поняла, что не надо меня обеспечивать Не надо мне жить на халяву Потому что я взрослый человек Вот Ребенок младший стал лучше ходить в детский садик Потому что он стал чувствовать мамину поддержку Со старшим ребенком споров гораздо меньше Я спокойно ему Как вот есть поговорка такая Наши дети нуждаются в любви больше всего тогда Когда они меньше всего этого заслуживают Мне было сложно дать поддержку ребенку, который Ну 12-летний подросток, который Подерзить хочет, да, допустим Делает какие-то вещи такие Которые меня немножко Которые меня немножко выводили из себя И тут же он просил поддержки Мама, ты меня поддержи Я вот тут ругаюсь весь на тебя А ты меня еще и поддерживай Я вообще не могла раньше этого представить Как это делать А сейчас вот Вообще легко Я могу просто сказать Ну иди сюда Вот ты там ежик колючий Ну или так, конечно Я ему не говорю Потому что он тоже не поймет обидеться Но все равно Я могу ему просто взять И на свое место встать Не обижавшись Поддержать Разбушевавшегося ребенка Поддержать именно Не повоспитывать У него тоже появилась мама Потому что я встала на свое место Также на курсе разбирали привычки Мы записывали свои старые привычки И прописывали новые Для того, чтобы их делать Каждый день внедрять в свою жизнь И я смотрю У меня была такая привычка Что я очень сильно боялась Что люди скажут То есть я хочу что-то сделать Потом такая решаю Что сейчас людям это не понравится И я не делаю этого И все Я сегодня завела свой профессиональный аккаунт С деревьями Поделилась с большим количеством Своих подписчиков на другом аккаунте Новым Я не могла этого сделать Я вот просто даже Как-то вот проявиться так не могла Заявить о себе Я сегодня просто Сделала еще один большой заказ на ветки Даже не зная Как это будет Я не знаю Как я еще продам деревья Ну вот помимо больших заказов Которые у меня есть Я им все отдам деревья У меня еще заказала Пусть у меня будет лес большой В доме Не знаю как Но раньше я бы О, я не знаю как это сделать Я ничего делать не буду Потому что у меня гарантированного результата нету И все А сейчас Мне так интересно Как это будет Это тоже еще из Одних Новых привычек Делаю Не знаю как Посмотрю Мне интересно Короче Курс классный На курс Как сказал мой муж Опять муж Мы делали задание Я делала задание Ему рассказывала В равноправные отношения В табличку записывали Касаемо досуга Касаемо зарабатывания денег Касаемо Многих Сфер жизни И он говорит Так нужно двоим это делать Это не надо одному делать Это очень Классно двоим делать Это полезное очень задание Мы вместе решали Как это Может быть Не Я его мама Или я его дочка Роли такие Когда я исполняю Либо от него Там жду какой-то заботы Поддержки Либо я ее наоборот Воспитываю А как может быть В гармоничных Равноправных отношениях Партнерских И Вот сейчас Это все так То есть у меня Новая жизнь Да Она Новая Ну как бы Новая старая семейная жизнь Она по-новому происходит Я Иногда Отслеживаю Да Я допустим Хочу Чтобы Там муж Ботинки помыл Да Ну я вообще Не скажу ничего Отслеживаю Своё состояние О я тут Возмутилась Сейчас я хочу Мамой опять стать Типа там это Покритиковать Ну я думаю Так он взрослый человек Наверное Сам разберется В каких ботинках Ему ходить Ничего не говорю Начинаю заниматься Своими делами И забываю Про то что я Что-то там Недовольная была Какую-то минуту А раньше Я так Прям переживала Блин Почему он вообще Не понимает Что нужно Это делать А сейчас Я могу просто Отследить То есть это У меня Теперь есть Понимание Как не надо Быть мамой Для мужа И могу Также конечно Разозлиться на детей Немножко обидеться Но у меня Есть понимание Что нужно Сделать Чтобы встать На своё место Спасибо Нелечка Тебя за курс Я тебя Очень люблю Ценю Ты Самый Такой Я не знаю В моей реальности Ты Просто мега человек И я очень рада Что я Когда-то Вышла на тебя Увидела тебя И Всё Я С тобой Спасибо всем Спасибо всем Девочкам Которые Тоже Были на курсе У нас Столько много Было Каких-то Общих Осознаний Я Рада Пока Что Даже Чат Перечитываю Какие-то Общие Привычки Мы Таблицу Ведём Общую Пишем Вообще Я очень рада Что я туда попала И Прошла Его Всё Наконец-то Прошла Спасибо Спасибо